Крепкая дружба России и Азербайджана стала возможной благодаря многим факторам, но одним из ключевых стало уважение к русскому языку. Пока в некоторых странах пытаются отменить все, что связано с Россией и русским, в Азербайджане русский язык сохраняют. И вот яркий пример. Почти 9% первоклассников Азербайджана в новом учебном году сядут за парты русского сектора школ. На сегодняшний день в Азербайджане функционируют 347 школ с русским сектором. На языке Пушкина и Достоевского будут обучаться более 11 тысяч первоклассников. Это почти каждый десятый ученик первых классов Азербайджана. С недавнего времени в классах русского сектора даже вели вступительные экзамены. Берут тех, кто уже владеет русским языком. Поэтому многие родители дома разговаривают с детьми на двух языках – азербайджанском и русском. В Азербайджане широко развито обучение на русском высших учебных заведениях. Открыты филиалы российских вузов, в которых обучение ведется, естественно, на русском языке. Это МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Действуют программами ГИМО. В азербайджанской столице есть Бакинский славянский университет. Член Совета по русскому языку при президенте России Маргарита Русецкая считает, что такое отношение к русскому языку в Азербайджане заложили исторические связи государства. Престижность и популярность русскоязычного образования на постсоветском пространстве все-таки сохраняется. Это связано прежде всего с возможностями дальнейшего трудоустройства, с возможностями использовать и это образование, и, собственно, русский язык, как язык профессиональной коммуникации, как язык рынка труда. И вот тот выбор в пользу русскоязычных программ, которые мы видим и в национальных вузах, и для тех студентов, которые приезжают из стран постсоветского пространства для обучения в российские вузы, ну, показывают положительную динамику. Это, в общем, тоже хороший такой знак признания русскоязычного образования как конкурентоспособного. На ситуацию влияет и наличие крупнейшей русской общины. Ее численность более 120 тысяч человек. Люди чувствуют поддержку властей. В стране есть улицы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого. Действует музей Есенина. Функционирует русский драматический театр. Русская деревня Ивановка, где проживают молокани. Находятся под защитой государства. Русские проживают здесь, в Азербайджане, уже не одну сотню лет. И я вам скажу, что если в каких-то странах был искусственно насажденный мультикультурализм, или просто делались какие-то заявления о якобы стремлении к мультикультурализму, то азербайджанское общество, азербайджанский народ, он как бы у него в душе, в своем сердце воспитывалось веками. Доброе отношение ко всем нациям, народностям, не только проживающим здесь, в республике, но и за пределами нашего государства. Многонациональность – это достояние нашего народа, достояние нашей республики. Такую политику руководство Азербайджана оценит в России. Владимир Путин не раз выражал признательность Ильхаму Алиеву за трепетное отношение к русскому языку. Мы признательны азербайджанскому руководству за поддержку и продвижение в республике русского языка и культуры. Напомню, что в стране действует более 300 школ с обучением на русском языке. В большинстве вузов функционируют русскоязычные факультеты. Вот в ходе переговоров господин президент напомнил, что не 300 школ, а 340 школ. Мы не успеваем за этим следить и считать, за что мы очень благодарны. Мы придаем этому важное значение. Азербайджан на своем примере показывает толерантную политику и дает пример другим, зачастую постсоветским государствам, что стремление населения говорить на русском не несет никакой угрозы для национальной безопасности страны, а наоборот делает ее еще сильнее, образованнее и культурнее.